привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и мы продолжаем разговор о машинах которые едут на силе ветра против ветра либо по ветру но быстрее ветра и в прошлом ролике я предложил проект некоторого ветромобиля который двигался бы против ветра а сейчас мы этот проект реализуем но в упрощенном виде вот здесь у меня рельсы и я кладу на эти рельсы колесо с лопатками со всех сторон а ветер у нас будет создаваться феном и будет направлен только в нижние лопатки мы посмотрим как это все работает включаю фен и колесо поехала против ветра который дул здесь внизу но у нас вот помимо этой практической реализации остался еще теоретический вопрос как же так получается что сила со стороны набегающего воздуха направлена в эту сторону а колесо движется в противоположную сторону какая сила движет его сюда и с этим теоретическим вопросом мы сейчас будем разбираться ну и вот я представил здесь колесо с лопатками которая катится по рельсу к нижней лопатке приложена сила со стороны набегающего воздушного потока и для дальнейшего важно понимать что точка соприкосновения колеса с рельсом является мгновенным центром вращения поскольку колесо катится без проскальзывания и именно эта точка колеса в данное мгновение неподвижно между прочим у нас есть ролик мгновенный центр вращения рекомендую вам его посмотреть ну а мы продолжим рассуждение раз колесо ускорено движется в ту сторону значит на него должна действовать какая-то сила по величине больше чем сила со стороны набегающего воздуха и сила это может быть только реакция опоры вот здесь точки сцепления давайте я сюда приложу а теперь нам надо объяснить почему эта сила больше чем сила со стороны ветра почему сумма сил она направлена туда и для этого я сделаю такой трюк он называется принцип доломбира значит я возьму и приложу колесу такой еще невесомый рычаг на это мгновение его центр совпадает мгновенным центром вращения колеса точка опоры значит а у нас есть два плеча нижнее плечо к нему приложена эта сила и верхнее плечо верхнее плечо прилу как бы воно толкает колесо за его центр масс ускоряет его и значит со стороны рычага на колесо действует некоторая сила но по третьему закону ньютона со стороны колеса на этот рычаг должна действовать такая же привлечение сила вот я сюда приложу значит эти две силы друг друга на рычаге должны уравновешивать поэтому они относятся также в обратном как относятся плечи только в обратном отношении плечо короче сила больше ну и поскольку рычаг невесомый по нашему предположению значит вот сумма действующих на него сил должна быть равна нулю а иначе он приобретет бесконечное ускорение если равнодействующая нулю не равна поэтому вот эта сила приложенная к точке значит точке опоры рычага мгновенному центру вращения колеса она равна сумме двух сил приложенных концам ну и вообще говоря никакого рычага на самом деле нет и никакой вот этой силы которую мы здесь прикладывали нет но мы нашли величину силы который ускоряет колесу вот в таком рассуждении не записывая никаких формул ну а иначе бы я был вынужден писать формулы и я бы вас этими формулами просто забучил теперь мы посмотрим на еще одно устройство которое может идти против ветра автор представил его на канале green stripe paint это лодка снабженная двумя винтами пропеллером в воздухе и грибным винтом под водой ветер давит на пропеллер лодка разворачивается против ветра профиллер начинает вращаться и через трансмиссию приводит в движение грибной винт а плотность воды много больше плотности воздуха в тысячу раз и и поэтому винт винчивается в воду и лодка движимая этим винтом идет против ветра и вот с возможностью ехать против ветра мы вроде бы принципиально разобрались но и теперь надо перейти собственно к тому что было показано в ролике дэрика к возможности ехать по ветру но быстрее скорости ветра и и здесь важно еще раз посмотреть на то как устроена машина которую дерек показывал у себя на канале веритасиум ну и вот ее модель и мы видим что колеса машины и винт связаны трансмиссией ветер толкает машину напирая на ее корпус и на винт том числе колеса вращаются вращение колес передается на винт и винт уже дальше работает как пропеллер отбрасывая воздух назад и теперь настало время перейти к ключевому вопросу связанному с той машиной которую нам показывает дерек и этот вопрос представляется трудным многим людям и мне в том числе спрашивается в тот момент когда эта машина достигла скорости ветра сейчас воздух относительно нее неподвижен и спрашивается а за счет чего тогда продолжается ее разгон за счет какой энергии ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе субтитры создавал DimaTorzok